Это Любовь Соболь. Участник Пусси Райт и издатель медиазоны Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Его близко уверена, что причина в отравлении. Сейчас Петр находится в реанимации без сознания. Вечером 11 сентября Верзилов сперва начал терять зрение, а потом способность разговаривать и прямо ходить. Его девушка Вероника Никульшина вызвала скорую. Уже там Петр впал в полубеспамятное состояние и перестал узнавать близких. На скорую он был доставлен в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы. Мать Верзилова приехала туда, но ее не пустили к сыну и отказались сообщить диагноз. Через два дня Петр Верзилов был переведен в институт имени Склифосовского, его девушка пообщалась с врачами и сказала, что они исключили вариант инсульта. Это точно отравление, отравление холинолитиками, это что-то типа атропина, цикломеда, то, что содержится в лекарственных препаратах, рассказала она после общения с врачами. Еще до того, как в Склифе провели обследование, близкие Верзилова заподозрили намеренное отравление. Дело в том, что акции и перформансы, которые организовывал Петр, вызывали настоящую ярость во властных кругах. И у последней на этот момент акции милиционер вступает в игру. Верзилов, Никульшина и еще две участницы Пусси Райт в полицейской форме выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве. Целью акции было привлечение внимания к работе полиции в России. В своем обращении группа потребовала освободить политзаключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей в СИЗО просто так. Как видите, это нормальные, логичные требования. Правоохранительная система и должна работать с их соблюдением. Сама должна, без всяких акций. Но у нас в стране так не работает. После задержания с Верзиловым и девушками-участницами акции разговаривали крайне агрессивно, с использованием фраз «ты тварь кто такая» и «жалей, что сейчас не 37-й год». В итоге суд арестовал Верзилова и акционисток на 15 суток. Больше дать не могли, так как это максимальный срок по предъявленной им административной статье. Но было ясно, что эта акция в Кремле вызвала настоящую ярость и там остались не очень довольны наказанием в две недели в спецприемнике. Когда Верзилову стало плохо, его близкие сразу заподозрили месть именно за акцию на финале чемпионата мира по футболу. Тем более, что уже был случай отравления человека, который сильно насолил наши власти. Этот человек Владимир Карамурза. Он активно занимался продвижением акта Магнитского, который предусматривает введение санкций против российских чиновников. Юрий Сергей Магнитский расследовал мошеннические схемы чиновников, затем был арестован и погиб в матросской тишине в ноябре 2009 года. В СИЗО ему создавали пыточные условия и в итоге довели до смерти. В память о Магнитском закон, предусматривающий санкций против чиновников, нарушающих права человека, назвали акт Сергея Магнитского. В мае 2015 года Владимира Карамурзе внезапно стало плохо. Он впал в кому, и у него начали отказывать внутренние органы. В итоге ему поставили диагноз «токсическое действие неучтенного вещества», а восстановление заняло многие месяцы. В феврале 2017 года снова попал в реанимацию с похожими симптомами, после чего в цели безопасности покинул Россию. По факту своего отравления, Карамурза подал заявление в Следственный комитет, но там до сих пор никого не нашли. Только в апреле 2018 года на волне внимания к теме отравления в связи с делом Скрипалей, Следственный комитет возобновил проверку и наконец-то хотя бы опросил Владимира Карамурзу как потерпевшего. Таким образом, налицо факты. Два оппозиционера попали в больницу в тяжелом состоянии с явными признаками отравления. По первому случаю, который произошел еще в 2015 году, расследование хоть как-то формально и ведется, но никаких ощутимых результатов не дало. Это вам не полицейского на митинге толкнули. История с отравлениями и нападениями коснулась и меня. В ноябре 2016 года на моего мужа Сергея Мохова напали возле подъезда нашего дома. За ним следили от тренажерного зала на машине, потом подкараули возле подъезда нашего дома и вкололи шприц с неизвестной жидкостью в ногу. Он успел позвонить мне и упал в судорогах. К счастью, в больнице он пришел в себя и последствий вроде сейчас никаких не наблюдается. Муж подал заявление в полицию, но полицейские шесть раз отказывали в возбуждении дела. Шесть раз и каждый раз прокуратура отменяла эти отказы и все возвращалось по новой. А когда мы сами пытались найти машину, которая следила за моим мужем, полицейские сказали, что система фиксации потока машин в тот день дала сбой. Какое совпадение? Вот именно в тот день она взяла и сломалась. Нападение на моего мужа я связываю с постами и видео про бизнесмена Евгения Пригожина, известного как повар Путина. Мы в ФБК выпускали несколько расследований о том, как связанные с ним фирмы получали многомиллиардные госконтракты, а он и его семья обзавелись дорогой недвижимостью. Я желаю Пете скорейшего выздоровления. Я призываю расследовать все случаи отравлений и нападений на активистов. Я требую назвать причастных к организации таких нападений, невзирая на то, кто эти люди. Докажите, что у нас все-таки государство, а не вышедшая из-под контроля группировка любителей травить людей и нападать возле подъездов. Александр Петров и Руслан Баширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, дали первое интервью. И какое интервью? Кратко напомню историю. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Власти Великобритании почти сразу заявили о вероятной причастности России, но, как и положено, начали официальное расследование. И вот 5 сентября полиция объявила имена двух подозреваемых – Александр Петров и Руслан Баширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ. Англичане рассказали, как они приехали из России, как передвигались по Солсбери и много других подробностей. Но, естественно, всех интересовал вопрос, а где эти люди? Это их настоящие имена и кто они? И вот, наконец, спустя неделю Владимир Путин заявил, что их нашли. Путин назвал их гражданскими, а также заявил, что там ничего особенного и криминального нет. Да, он сказал, что нет ничего криминального, рассказывая про отравление людей. Реальных людей вам не показалось. На следующий день Петров и Баширов объявились в эфире Russia Today с потрясающей подостоверностью историей. Они рассказали, что в Лондон поехали оторваться, а в Солсбери хотели посмотреть на знаменитый собор с высоким шпилем. Не верите? Вот же, там действительно есть собор. Затем Маргарита Симоньян, которая брала интервью, спросила, почему они жили вместе. И бравые парни, вот эти с фотографий, ответили, что не хотели бы комментировать личную жизнь. Естественно, в интернете это вызвало кучу шуток про их ориентацию, и Симоньян даже начала развивать эту тему. Ну а что, разве вам не кажется, что геи-любители готики как версия лучше, чем офицеры ГРУ, которые приехали травить боевым ядом людей в стране НАТО? Если все еще не верите, то, увы, мне нечем вам помочь. Там все интервью такое. Сказали, что приехали смотреть собор, но дом Скрипаля в другой стороне. Сказали, что предприниматели средней руки, но название фирмы, где они были бы учредителями, не сказали. Сказали, что Баширов и Петров их настоящие имена, но паспорта на камеру не показали. И много чего можно привести еще в пример. МИД Великобритании назвал это интервью примером запутывания вопроса и лжи со стороны России. И это, конечно, неудивительно, с учетом того, сколько манипулятивной, а иногда и просто лживой информации поступает в последние годы от наших СМИ. Им нужно было предложить что-то большее, чем такое интервью. А то что-то пока лучше сходится британская версия, что офицеры ГРУ поехали травить людей в страну НАТО и получили два тяжелых отравления и одну смерть британской гражданки. И теперь еще Россия получит новые санкции и имидж не сверхдержавы, а лживой державы. Прекрасной России будущего так быть не должно. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на выборах губернатора стоит сохранить муниципальный фильтр. От фильтра отказываться не следует. Если мы хотим, чтобы в избирательной борьбе не участвовали непонятные люди, партии, общественные движения, то фильтр необходим, рассказала она. Муниципальный фильтр – это такая хитрая схема, которая позволяет власти не допустить до выборов практически кого угодно. Его ввели в 2012 году, когда возвращали губернаторские выборы. Его смысл в том, что для регистрации кандидатом нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. Как правило, большинство мундепов за Единой России. Вот и выходит, что решает, кто будет кандидатом Единая Россия. В результате работы такого фильтра летом 2017 года не смог участвовать в выборах губернатора Свердловской области Евгений Ройзман, избранный на тот момент мэр Екатеринбурга. Избранный на прямых выборах мэр столицы региона не смог баллотироваться в главы этого же региона. Отличный фильтр, классно придумано. Муниципальный фильтр регулярно требуют отменить. Вот, например, в марте этого года 200 московских мундепов потребовали. Но кто же его отменит, если он так хорошо работает? Вот Ройзмана отсекли от выборов, а ведь он мог реально избраться. А тот раз и фильтр. Очень удобно. Тем более в наши-то времена. Посмотрите, какие результаты у Единой России на последних выборах. Действующий губернатор Хакассии Виктор Зимин проиграл первый тур. Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проиграл первый тур. Не смогли победить без второго тура и глава Владимирской области Светлана Орлова, и глава Приморского края Андрей Тарасенко. И это с фильтром. То есть допустили только тех кандидатов, которых хотели и все равно умудрились им проиграть. Просто успех. Ну или, как говорит лидер Единой России Дмитрий Медведев, достойный результат. Так что уверена, что просто так они в ближайшее время фильтр не отменят. А вот заставить его отменить можно, если требовать допуска всех на выборы, если требовать честных выборов, если требовать и быть настойчивыми. Напомню, что с 2004 по 2012 год в России выборов губернатора не было вовсе. Их вернули после зимних протестов на Болотной и на Сахарова. Тогда, увидев 100 тысяч людей на площади, власть сразу пошла на уступки. Про выборы губернатора заговорила, про регистрацию новых партий. Люди ушли с площадей, и вот тебе фильтр, вот тебе такие условия для партии, что Навальным уже не раз и не два отказывали партию регистрировать. Так с ними и работает. Недавно мы получили этому очередное подтверждение. Увидели они огромный протестный потенциал по пенсионной реформе. Даже не 100 тысяч на площади, а просто потенциал. И вот уже Путин выступает с послаблениями. Митинги – одно из последних средств общения с властью, которые у нас остались. Их тоже пытаются запретить, но пока выходить на улицу можно. Так что выходите и боритесь за свои права. Если будем бороться, то тогда могут отменить и муниципальный фильтр, и даже так называемую пенсионную реформу. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok